С опережением сроков, практически на месяц раньше, завершится капитальный ремонт Верхушнурской средней школы Советского района. Объект планируют сдать в середине июля. Работу удалось провести в рамках программы модернизации школьных систем образования. Хотя самой школе уже 150 лет, нынешнее типовое здание было построено в конце 90-х годов прошлого века. За прошедшее время оно сильно обветшало. В сильные морозы дети мерзли на уроках. Все изменится уже в этом учебном году. От прежнего здания здесь остались только стены, отмечает директор Верхушнурской средней школы Валерий Галкин. Актовый зал, коридор, учебные классы и аудитории, кабинеты учителей, пищеблок, столовая – преобразилось все. Типовой кирпичный фасад утеплили и обложили плиткой, заменили систему отопления, канализации и водоснабжения. Заново перекрыли крышу, поставили новые двери, отремонтировали и обновили дизайн практически всех кабинетов и коридоров. 6 марта приступили к работам, демонтажные работы начались с 7 числа, с 6 заехали. В сроки укладываемся, срок сдачи 10 августа, планируем сдать 10-15 июля заранее. Учебные классы станут ярче и светлее. В коридоре появится зона букросинка. А еще школьники смогут сыграть в большие шахматы. Доску из черно-белых плиток выложили на полу. На ремонт Верхушнурской средней школы в рамках программы модернизации школьных систем образования выделили более 60 миллионов рублей. Дополнительное финансирование на ремонт спортивного зала и на закупку оборудования предоставило правительство «Марел». Учебный год мы начинаем хорошо, с новыми оборудованиями, очень, скажем, прекрасными, современными. Вряд ли такое оборудование есть у каждой школы. У нас, в общем, оснащенность очень большая. По количеству и качеству оборудования обновленную Верхушнурскую среднюю школу директор сравнивает с Южкоролинским лицеем Бауманский. В новом учебном году за парты сядут более 200 ребят. С нового учебного года в школе планируют перейти на новую программу обучения и уделить внимание предметной специализации, в том числе профильному образованию. Например, школьники прямо здесь могут пройти курсы и получить водительское удостоверение. Чтобы успеть отремонтировать школу к первому сентября, работы начали в разгар учебного года в марте. Три месяца детей и педагогов возили в село Вятское, где и проходили все занятия. Мы с 13 марта обучение стали проходить в Вятском строительном техникуме. Нас приняли очень хорошо, спасибо Василию Даниловичу Кудрявцеву, другому водителю. Все представил необходимый нам и актовый зал, и спортзал, и все учебные классы, практические, значит, и мебель. То, что и в столовую, то, что дети, значит, обучались. Здесь мы возили 240 с лишним детей и, значит, учителей туда, по два рейса делали. Но мы вышли из ситуации. Вот, например, на сегодняшний день вручение аттестатов проводили в стенах Вятского строительного техникума. В здании Верхушнурской средней школы располагается и детский сад. Он тоже полностью преобразился. В комнатах постелили линолеум, установили новые радиаторы, отремонтировали ванную и игровые зоны. Обновили и местную мастерскую. В будущем руководство школы планирует обустроить здесь аллею и даже соорудить фонтан. Продолжение следует...